12 врачей разного профиля и 5 средних медицинских работников приедут на Камчатку меньше, чем через неделю. Ирина Яровая, Владимир Солодов, а также руководитель группы ФМБ России Светлана Сотниченко накануне приезда медиков провели совещание, на котором обсудили готовность районов к приему московских специалистов. Я хочу поблагодарить от всех нас Ирину Анатольевну за инициативу, с которой Ирина Анатольевна выступила, по организации приезда на Камчатку высококвалифицированных медицинских кадров врачей из Федерального медико-биологического агентства России. Мы все знаем, насколько профессиональные сотрудники ФМБА имеют огромный опыт, и, конечно, для нас, с учётом тяжёлого состояния здравоохранения на Камчатке, эта помощь очень и очень важна. Отряд медиков будет работать на Камчатке с 18 августа по 3 сентября. В этот период они проведут приёмы для жителей Паланы, Усть-Камчатска, Ключей, Козыревска, Эссе, Мильково и Усть-Большерецка. Сейчас в районах ведётся предварительная запись на приём. Вопросы сохранности жизни и здоровья, оказания квалифицированной медицинской помощи жителям Камчатского края, считаю первоочередной задачей. Сейчас, кроме того, что мною достигнуты все необходимые договорённости, провести организационную работу с тем, чтобы для жителей наших районов, куда поедут специалисты ФМБА, эта помощь была организована максимально комфортно, доступно, чтобы были созданы условия и для самих врачей, чтобы всё время было эффективно потрачено на максимальный приём пациентов. Отряд медиков везёт с собой медицинское оборудование, портативные УЗИ, ЭКГ-аппараты и спирографы. В том числе, по просьбе Паланы, по итогам совещания Ирина Ировая договорилась о включении в состав бригады гинекологов. Смелость сказать, что Ирина Анатольевна душой и сердцем переживает за регион и за здоровье жителей Камчатского края. И благодаря личному частью Ирины Анатольевны мы совместно с правительством Камчатского края, с Министерством здравоохранения Камчатского края в очень короткие сроки провели все организационные мероприятия. Наша задача, конечно, оказать качественную медицинскую помощь максимальному числу пациентов. Подчёркиваю, качественную медицинскую помощь. И наш принцип работы нашей бригады выстраивается по принципу «мы работаем до крайнего пациента», то есть с утра и до глубокой ночи. Руководители районов Камчатского края от своего имени и имени жителей поблагодарили Ирину Раву за организацию работы медицинского десанта на Камчатке. Ирина Анатольевна, я вам дружаю благодарность. Вы Быстринскому району помогаете не один раз. Очень много людей и спасли, уже и продолжаете спасать. Спасибо вам огромное от всех жителей и от меня лично. Позвольте тоже, Ирина Анатольевна, вас поблагодарить за очень важную, нужную, а главное, востребованную инициативу, в том числе и для Мильковского района. Квалифицированная медицинская помощь, конечно, безусловно, очень важна и нужна. Тем более у нас проживает очень возрастное население. И один из первых вопросов, который всегда задают жители, конечно, это вопросы здравоохранения. Добавим, в рамках поручения президента регион готовится возобновить и расширить программу диспансеризации. И важно, что эта работа стартует с такой высококвалифицированной помощи федерального уровня. Информационное агентство Камчатка. Будут также жители, которые заинтересованы...